Здравствуйте дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. В сегодняшнем видео мы будем распаковывать телефончик Lenovo DeFone P770. Примечательно он тем, что он куплен в интернет-магазине Связной за 8500 рублей. Примерно столько, сколько он стоит в Китае с доставкой до России. А также тем, что у него аккумулятор 3500 мА и работает он что-то не три дня без подзарядки. Пломбировал он с обоих сторон. Если пломбочку скрыть, таким образом, неаккуратненько, то появится надпись «Скрыта». Коробочка радостного оранжевого цвета. Внутри находится сам аппарат. Защитная пленка спереди и сзади. Далее в самой коробочке находится другая оранжевая коробочка. В этой оранжевой коробочке еще одна оранжевая коробочка, которую мы сейчас попробуем достать, но она не достается. Инструкция на русском языке. Мега аккумулятор. Аккумулятор правда чудо. Правда, Алексей? Да, аккумулятор отлично. Так, в комплекте еще у нас идут стандартный мини-USB шнурок для зарядки и перекидывания контента на персональный компьютер. Также еще идет такой замечательный шнурок, который позволяет сделать из телефона, подключить телефон любую флажку юзбовую. Очень здоровое китайское изобретение. Идут наушники, чтобы наслаждаться музыкой. Бахом или Эрмштейном, каким-нибудь еще. Ну и зарядное устройство. Для того, чтобы все это чудо работало. Забиваем оранжевую коробочку. Собственно говоря, это вся распаковка. Как телефон работает, можно понять. Почитал про андроид версии 4.0. А наушники? На вид какие-то слабоватые. Да, наушники. Настоящие китайские наушники. Это, конечно, не Apple, но за 8,5 тысячи рублей. Аккумулятор на 3,5 миллиампера. Двухъядерный процессор 1,2. Оперативной памяти гигабайт. В общем, за такое чудо все на все 8,5 тысячи рублей. Очень хорошо. На самом деле, в России он сейчас стоит порядка 11-12 тысяч рублей. И выгоднее всего его покупать на ebay. Сейчас в заставку он обойдет 7-7,5 в зависимости от курса доллара. Но однозначно, если вы любите андроид и всякую кастомизацию, этот телефон будет идеальный вариант в плане долгосрочной, долговременности работы, в плане функционала и в плане, собственно говоря, экономии своих собственных денег. Спасибо за внимание. Да, наушники придется купить отдельно. Да, можно купить еще iPhone 5 и пользоваться наушниками из него с помощью одного телефона.